Как мы делали на практике, можно воспользоваться методом базеоператора, который был впервые предложен Шренингерам. Шренингер, который решил двояк, через традиционный способ решать официальное уравнение, традиционным кавычком, сам Шренингер создал. Вот так. И с помощью базеоператора. Собственно, вот это двойная ценность, потому что метод базеоператора – это мощнейший метод, который затем стал широко использоваться в теории. Итак, мы воспользуемся методом базеоператора. То есть я введу два каратора, ну, точнее, или один каратор, а я его обозначу, 1х на корень из двух, x плюс d под x, где я через x обозначил перенормированную координату. Здесь x безразмерная координата, я это опять запишу, безразмерная координата. Ну, или, лучше сказать, величина, потому что импульс, точнее, я говорю, d под x у меня тоже будет безразмерная. Значит, безразмерная величина. За единицу длины вот этих новых координатных, принято величина координатных из h на m омега – это величина размерности длины. Здесь омега – это то, что называют характерной частотой осциллятора. Это координатный скатерин на m. Ну, вот, собственно, в осцилляторе, ну, кроме операторов x и d под x, мы видим две константы, фактически определяющие жизнь линейного термонического осциллятора. Это масса осциллятора и коэффициент жесткости k. Ну, h у нас постоянная планка, поэтому это фактически просто комбинация k и n. Ну, повторяю, h – это фундаментальный, постоянный, имеющая размерность длины. Ну, а это комбинация k, которая говорит по размерность частоты. Классической физике линейного осциллятора омега тоже точно так же угодит. Видите, она не содержит h, поэтому в классике точно так же можно вести. Итак, здесь x и d под x безразмерные. Значит, и я введу еще оператор A крест, единица на корень из двух, x минус d под x, x минус d под x. Вообще-то, моя задача, ну, сейчас лишь мы увидим, что эти операторы действительно могут быть в МС-операторе, и можно использовать АЛКОМ МС-операторе. Но вот еще как бы одна задача, это задача сведения оператора гаммитона, скажем так, в более простом вид. Сейчас мы увидим, в конце концов, вы увидите, что действительно структура этого оператора будет очень простой. В терминах аэрокрест. Итак, значит, почему здесь у меня минус, потому что d под x оператор, как мы уже говорили, это оператор А и альмитон. То есть, между тем, что все так меняет, минус d под x, минус d под x. Ну, хотя бы почему, потому что оператор импульса, он, от d под x отличается на 1, минус и аш. Он эрбитон, ну, значит, d под x антиэрбитон. Вы можете, точнее сказать так, там где px эрбитон, там d под x антиэрбитон. Итак, оператор А и аэрокрест. Вот эти два оператора, значит, отличаются присоточными соотношениями. Интересно будет очень, то есть, если рассчитать коммутатор А акрест, то есть, это А акрест, минус А акрест на А. Ну, вот получим просто единичку. Ну, считается коммутатор не сложно, здесь, в общем, d под x и x работает коммутатор, мы его с вами считали, единичка. Ну, и результате после всех, как вот здесь, на армиру, на уребезон, мы получим и для оператора А акрест тоже единичку. Вот это перестановочное соотношение называют перестановочным соотношением бозэй. Перестановочное соотношение бозэй. Просто бозовское перестановочное соотношение. Бозэй. Бозэй. Это перестановочное соотношение задает алгебру операторов А и А акрест, которые мы называем бозэй-операторами, или бозовские операции. Значит, вот для операторов А и А акрест справедливы все результаты, все свойства, которые следуют из алгебры в бозэй-операторов. Ну, вот это чуть ниже, а сейчас я просто оператор Гаммедовны запишу через операторы А и А акрест. Ну, просто для этого надо обратить эти соотношения. x и dx вылезет через А и А акрест, потом все равно сюда подставит, вот сюда подставит, вот. Я это проделываю, и туда запишу только окончательный результат. Итак, оператор Гаммедовна в результате примет следующий вид. Но я не буду здесь не нравиться, а я не буду пишу. После, и так, после подстановки, после замены d в x и x на А и акрест, вы получите простую форму А-к на n плюс 1 вторая. Где n с крышкой, это оператор А, крест на А. Это эрмитовый оператор, потому что при эрмитовом сопряжении, значит, из обможителя, мы вспомним, переставляется местами, ну и берется эрмитовое сопряжение от каждого из них. И дважды эрмитовое сопряжение дает тот же самый оператор, ну а с крестом появится. И так n с крестом равняется n, то есть это эрмитовый оператор. И форма записи эрмитового оператора Гаммедова, видите, становится удивительно простой. Оператор Гаммедова просто выражается линейно через оператора n. Поэтому, зная собственное значение оператора n и зная собственную функцию оператора n, мы практически нашу задачу решим. Вот эту задачу. То есть для того, чтобы ее решить теперь, значит, еще раз повторяю, достаточно знать собственное значение оператора n и собственные функции оператора n. Ну а поскольку, поскольку n это один из тоже дозовских операторов, это комбинарский оператор, исходный а и окрест, то мы теперь вот пользуемся алгеброй позаэкератором. Такую краткую сводку результатов, то есть сводку основных сведений из этой алгебры, я сейчас перепишу. Итак, значит, сводка. Ну вот здесь, собственно, записано. Да давайте я все-таки перетишу основные сводочки. Так, отдельно. Итак, a на крест комбутатору, единично. Дальше n равняется a крест на а. Дальше пишем уравнение на собственное значение, собственные функции оператора n. n в си n равняется n без крышки в си n, это теряет собственное значение. Дальше доказывается, и это мы делали на практике, что собственные значения n это 0, 1, 2 и так далее. Это суперважный результат, который, как мы видим сейчас, сразу нам решает задачу поиска собственных значений оператора и гамитра, то есть возможных значений гель. Гель. Так, далее. С 8 анатографов a окрест. Оказывается, это операторы, соответственно, понижения, то есть они понижают n на единичку, то есть коэффициентом корень из n в си n плюс 1. Оператор а окрест повышает n на единичку. Корень из n плюс 1 в си n плюс 1. Ну вот сюда, собственно, все алкебры здесь записаны уже, так, ничего там больше нет. Ну, можно добавить, было бы, это уравнение для функции в си 0, для того, что, видите, n начинается с нуля. Вот. И, естественно, что, используя вот второе соотношение, я могу, зная функцию в си 0, построить с помощью оператора крест функцию в си 1, затем, опять, если оператор а окрест, построить функцию в си 2 и так далее. То есть оператор а окрест дает мне в руки некий инструмент для построения любой из функций в си 0, зная только одну функцию в си 0. Ну, а, конечно, функции в си 0 провели очень простое уравнение, видите, а в си 0 равняется 0, реакция 0. Плюсин оператор а, видите, он понижает n на единичку, но если n начинается с нуля, то еще дальше понижает конец, тогда минус 1 n не бывает. Вот эти вот результаты, последние, я их отдельно, перепишу, вот здесь у меня места уже не хватает, сейчас туда перейдем. Итак, уравнение для си 0. А на си 0 равно 0. То есть функция си 0, повторяя вот такому простому уравнению. Я напомню, что сейчас я пишу здесь сходку результатов для абстрактной алгебы возле оператора. то есть здесь не предполагается, что я знаю явный вид этих операторов. Здесь предполагается в этой алгебе, что я всего лишь вот столбуюсь в том, пристрелороченном соотношении. Но у нас по задаче гармоническом инсталляторе есть еще и явный вид оператора А и А-трест. Поэтому уравнение А на си 0 равно 0 смотрим сюда. Это и дифференциальное уравнение первого порядка. Дальше, решая его, мы найдем си 0. Ну а зная си 0, мы им в общую здоровь, если с помощью свойств оператора повышения, найдем любую функцию. таким образом я распишу А-крест си 0 смотрим прямо туда. Это даст нам си 1. Дальше, А-крест си 1 даст нам корень есть 2. Вот здесь корень единичный. Пси 2 и далее. То есть, в общем случае, я могу любую функцию записать через действие какой-то степени оператора А-крест на Пси 0. То есть, общее выражение это так будет выглядеть. Пси n будет равняться. Ну вот, смотрим здесь, значит, у меня Пси 2 это равняется единица на корень из 2, а крест и так далее. То есть, в общем случае, так будет выглядеть. Единица на корень из n плюс 1 пропориал на А-крест в этой степени и Пси 0. Ну, проверяем просто. Пси 1 будет равняться памяти, правильно, здесь такая тема. Так, здесь вот это надо повторяется. Пси 1 значит, Пси 1 ну, здесь после 1 это окрест и Пси 0, ну, так и есть, а Пси 2 это единица на корень из n 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, выражения для что? 1 за 1 нет. Вот, просто проверяй, здесь вот, я, ну, как, так сказать, так, прикидываюсь таким туповатым, просто смотрю, вот здесь, вот, вместо ментукции, Пси 1 это есть, здесь единичка должна стоять, здесь и Пси 1 здесь единичка должна, а если в вашем случае, вот я просто подбираю, да, там 0 будет, но 0 факториала это тоже подойдет, как бы, да, потому что 0 факториала тоже единичка считается. Ну, тогда в следующем ментукции это все здесь не будет. Итак, это вот стандартная, но универсальная, абстрактная алкегра базы операторов, а с нейтроничных ассоляторов, я повторяю, за операторами, а и окрестные, явными витами. То есть мы можем все далкнуть, населить вот уже явными выражениями. А значит, уравнение это решить уравнение, но если мы это уровень не решили, то идем в Си 0, ну и тогда для Си я запишу выражение. Ну и вот теперь я просто использую этот мощный метод базы оператора, возвращаюсь обратно к задаче гармонического оссолятора и, собственно, я подхожу просто к записи ответа. то есть собственные значения оператора Гармингтона, еще раз повторяю, что они фактически будут получать, если сюда вместо подставить собственные значения, а оно 0, 1, 2 и так далее, мы его уже написали. И собственные функции. и так разу-раз целая обоима результатов у нас получается. Начнем вот с чего. Собственные значения энергии. Ну, то есть, во-первых, я уравнение сразу могу переписать так. H в Си-Эн равняется Е-Эн в Си-Эн. Почему? Потому что, видите, я выразил H через Эн. И дальше мы говорили, что собственные значения оператора Гармингтона, они будут совпадать с собственными функциями оператора Эн. Собственные функции оператора Гармингтона совпадать с собственными функциями оператора Эн. Собственные значения оператора мы должны получить, подставляя сюда без ставянской вышки Н. Собственные значения оператора Эн. Итак, сразу же пишу первый результат. Он у меня вообще получается без всяких решений как бы вообще. Вот это, кстати, заставляет вам думать, а все-таки как-то без решений так же не бывает, да? Так же не бывает. Нет, конечно, за эти простые результаты, которые я сейчас напишу, просто взяв вот в этом выражении убрав крышку, да? Но за этим результатом, конечно, стоит алгебра бочная, стоит вот бочек, предыдущий как бы результатов, вот, и просто мы этой мощной артиллерии бушкой мы сейчас воспользовались. вот это не означает, что мы не до этого результата вообще взяли как-то от пола. Нет. То есть за ним стоит и мощное напряжение, мы стоит, ну и в общем это какие-то реальные расчеты, которые вот здесь вложены в полу, ну, возле оператора. Где здесь побегает значение, я повторюсь, но один, два и так. Один из важнейших в теории линейного герметического осциллятора результатов. Ну, а второй результат в результате собственной функции. Но для того, чтобы перейти к общему выражению для собственной функции, я пси-0 найду, пси-0 удовлетворяю к уравнению а на пси-0 равно 0, а я переписываю, и так, х плюс где-то dx. Ну, корень из двух я выбросил, до пси-0 равно 0, и к этому уравнению пси-0 удовлетворяю. Ну, уравнение простое, вообще, не знаю, проще дифференциальных уравнений по-моему, ничего не бывает. Ну, и таких из нетривиальных, как d, до x равно 0, страшно, пси-констант. Нет, конечно, нет. И самое тривиальное, но, наверное, самое простое. Здесь вариант решения либо степень, степень, проверяем сразу, степень не пройдет, экспонент назначу. Причем экспонента простая, потому что, видите, здесь производная, я не простил, экспонента не простая, как раз, почему? Потому что производная от этой экспонента, должна вам выбросить степень вот эту, с другим знаком, чтобы скобочки у вас скомпенсировались. Значит, е в степени минус и x квадрат нажимаем, да, вот так пройти. но производная от x квадрат это 2x, 2-я нам здесь не нужна, значит, надо показатели x квадрат пополам ввести. Так, чтобы производная и так си 0 равняется с 0 может быть на 0 и е в степени минус x квадрат пополам. Все, решено. Именно минус x квадрат пополам, потому что здесь, там уже скомпенсируют первое слагаемое, тогда взяв производную вы получите минус 2x пополам минус x, здесь плюс x. все, вы получите 0, как положено, 0 на экспонент равно 0. То есть волновая функция все 0 получена нами, ну а дальше я перехожу к общему выражению и тогда пишу это у меня некий переключение в подъюшенную выкладку, пишу общие выражения теперь для собственной функции, для собственных значений у меня, проблема значит, собственных значений у меня было еще на, и проблема собственной функции. я пишу xn равняется, ну а дальше оператор окрест, вот он, значит, ну все, я его подставляю и получаю как-то выражение c0, причем, обратите внимание, здесь функция xn получается точной в смысле нормировки, ну во всех отношениях точной функции. Почему? Потому что вот здесь у меня ц0 точная нормировка для psi 0, а функция все получены таким способом автоматически нормирована на единицу. За счет чего? А вот на самом деле, видите, вот эти коэффициенты, мы уже все время говорили, аналогические коэффициенты, которые следуют из условий нормировки. То есть именно эти коэффициенты предполагают, что если функция все нормирована на единицу, то в результате функция все на единицу тоже будет нормирована на единицу. но единицу так же. Вот именно из-за этих соотношений коэффициенты возникают. Итак, будет ц0, ну а дальше корень из-за н-патериал 2 в степени n x минус d под x в степени n на е в степени минус x квадрат пополам. Вот общее решение. Ну, оно, конечно, записано пока еще в таком сыроватом виде, потому что здесь надо оператор скрывать, действовать и так далее. Ну, легко увидеть, что действие этого оператора x-d под x в этой степени даст вам что? Ну, поскольку экспоненты после дифференцирования выбрасываем после первого дифференцирования выбрасывать два в первой степени x и само экспоненты и так далее. То есть я ясно, что после действия такого оператора на экспонент вы получите экспонент, то обязательно в общем можете это так, но перед ним хочу стоять некий такой многочлен по степеням x-а. Вот этот многочлен называют полином бармиттер и вот полином бармиттер и так результат я перепишу в виде ψи-н равняется полином бармиттер h-н в х на е в степени минус x квадрат пополам в результате. Вот так вот стандартное выражение для решения обычно записывают. То же самое получают и решают официальные уравнения, то есть не пользуясь методом позаоператора. Значит, надо прийти внимание, что задача поиска собственных функций, собственных значений оператора h, то есть решение задачи гармонического целятора или нет? Ведь мы точно решили здесь точнее, точно решили. То есть я хочу подчеркнуть, что задача входит в разряд точно решаем задачу. Дальше свойства функций cn. Свойства ну, во-первых, эти функции обладают определенной чертностью. При чертных n они чертными являются, при не чертных n не черными. Но это следует на самом природе из каких сображений. Вот эта экспонентная за счет x квадрата она всегда черная. Ну, а операторы, которые здесь действуют на экспонентную он, при черных n черный является оператором, при не чертных дь не черный. То есть его действие дает в результате черную функцию перед чертных n не черную 非 не черным. Это очень важно. Ну, понятно, что эти свойства черности и не черности переносятся и на πολеном Армита, потому что эта функция черная. Поэтому при ч 것 н поленом Армита черный, при не черных н поленом Армита не черный. Кроме того, это значит полином, где максимальная степень, это n. Максимальная степень в полиноме n, это очень важно. Значит, у вас n, потому что здесь, видите, вот стоит x в одной степени. Это производная каждый раз действует в первой степени, да, на экспонент выбрасывает, x тоже в первой степени. Поэтому ясно, что здесь степень максимальная n, ни больше, ни меньше. Ну, а начинается этот полином, естественно, при чопных n с константой. Следующая степень будет x в квадрате, а на четвертой и так далее. При чопных n он начинается с первой степени x, то есть это первая степень, потом третья, пятая и так далее, до последних, равных n. То есть, соответственно, в этих полиномах число, слагаемых полином, число в этих вот степеней будет равно либо n по полам, либо... Либо это по полам, либо это по полам. Нет, конечно, ну, например, если n черный, да, 0, то будет всего 1. Слагаем косанку просто, да, если n равно 0, то h в n, ну, легко догнаться, h в этом случае с c0 не совпадет просто. Вот. А, ну, правда, здесь, я вот этим, я здесь не сразу подправлюсь. На самом деле, вы полином видите как определили? Можно было бы по-другому определить. Взяв c0, вытащим здесь вот. То есть полином можно было бы определить, вытащить из него c0. Ну, это удобно, на самом деле. Почему? Потому что тогда у вас при n равно 0, это при 2 единичку просто, единичку будет обращаться. Ну, о чем это говорить? Просто говорить о том, что это при 2 единичку можно определять по-разному, конечно. Ну, тем не менее, если n равно 0, да, всего 1 стагаевый будет, вот, поэтому мое n пополам не пройдет. Если n равно 2, то 2 стагаевый, так? Если n равно 4, видите, 3 стагаевый будет, вот. Ну, и так далее, и так далее. То есть это, скорее, будет 0 пополам, то есть n пополам плюс 1 в этом случае, n пополам плюс 1. Если n четвертый, четвертый пополам плюс 1, то это будет, ну, и так далее. Что еще можно сказать? Ну, в общем, видите, вот это вот экспонентно будет определять падение спины, нужно сказать, спадание, обычно говоря. Спадание волновой функции при x, являющемся плюс-минус бесконечности. Это очень важно. То есть поведение функции на бесконечности будет определяться вот этой экспонентной. Это очень важно. Хотя, вроде внимания, при этом полином-то, потому что полином-восипление микс, при x стремящемся бесконечности он будет тоже бесконечности стремиться. Ну, при гранат-лищем отрулях, конечно. Но экспонентная стремится, она ведь отрицательная здесь, да, спадающая, она падает быстрее, чем расстет любая степень. Вот это очень важно понять, почему? Потому что возложение экспонентов там в любая степень встретится. Если здесь будет степень миллионная, то там встретится и миллиардная степень, которая будет убивать миллионную. Ну, я так условно, как я же говорю. Вот. Это надо запомнить, что любая экспонента растет, если она растет, она растет быстрее в любой степени. Если падает, то падает быстрее тоже в любой обратной степени. Вот этих, да, да, еще очень важное свойство, конечно, зато, полином н-ной степени имеет н узлов, то есть, н раз обращается в ноль. Полином н-ной степени имеет н узлов, н раз обращается в ноль. Ну, при н равном единице, понятно, функция такой просто пропорциональная х, да, один узел в нуле, значит, один узел. То есть, это просто функция через ноль пройдет. Ну, вообще, кстати, любая функция с н черным обязательно через ноль должна, естественно, пройти. Ну, а функции с н черным в нуле, в общем говоря, отлично в нуле. Вот, я довольно много рассказал про решение, про собственные функции. Вернемся к собственным значениям, то есть, значениям энергии. Аш-омега плюс единец эквидистантный спектр, эквидистантный спектр, где характерный энергетический масштаб, то есть, характерная единичка изменения энергии в гармоническом осцилляторе Аш-омега. Аш-омега можно назвать характерной энергией гармонического осциллятора. Дальше, что важно здесь, говоря вот о свойствах спектра. n равняется нулю, основное состояние, ground state, основное состояние. При этом энергия равняется Аш-омега пополам. Она отлично от нуля. В классическом гармоническом осцилляторе, вот с такой же энергией, но без крышки, да. Энергия основного состояния, ноль, ну не входит даже из этого выражения, западу видно, что меню энергии в классическом осцилляторе ноль. Мы ноль получим когда? Когда х будет равно нулю и по х будет равно нулю. То есть, когда шарик ягод в нашей таже, в параболическом потенциале, поет на ноль и заврет тогда. То есть, х будет равно нулю и скорость будет равно нулю. Я аристократику дорисую, но и сейчас на ее фоне дорисую спектр, которые несколько волновичницы, тем самым подведу, как бы черту, вот наши задачи. Как я пониже нарисую, вот так. Итак, кисть. Здесь моё пиксер вкладывается, вот он самый, параболическая яма. Вот это самый, так. 5 квадрат пополам. Значит, у меня классический осциллятор. Основной состояние это, когда он имеет координаты х равно нулю и х равно нулю. Для классического осциллятора энергия будет равна нулю. Мы видим, что в квадратном осцилляторе такого не бывает. В квадратном осцилляторе, в этом смысле, остановить на дне ямы невозможно. Дело в том, что одновременное выполнение вот этих двух условий, то есть, одновременное точное задание, координаты и соответствующие компоненты, или соответствующие координаты, пиксы, компоненты, импуса, как мы знаем, в соответствии соотношение природы, невозможно. Почему? Потому что х, в х не опубликутируют. То есть, соотношение природы, если нам говорит, что в квадратном механике такое состояние с точно загнанными координатами импуса невозможно реализовать. То есть, невозможно остановить квадратный осциллятор вот в этом, на дне ямы. В этой точке попытки его остановить, то есть, сделать пикс равен нулю, при том, что в соответствии соотношении непределенности у вас координата будет абсолютно непредвенна. Давайте я соотношение непредвенности выпишу так, чтобы у нас все было предметно. Я напомню, что соотношение непредвенности, в данном случае Гайзенберг я использую, Δx на Δpx больше или равно h попала. Вот точность соотношения Гайзенберг, где Δx и Δpx это неопределенности координата импульса. В каком смысле неопределенности, ребята? Ну, точность, все-таки запишусь, Δx это корень квадрата из среднего значения Δx в квадрате. Ну и dpx точно так же. Значит, это неопределенности. Ну и отсюда мы видим, что одно элементное Δx и Δpx нулями. Не могут быть. Поэтому, если я останавливаю оселятор, то есть делаю скорость его нулевой, то есть точность заданной, значит, да? Если у меня Δx будет равно нулю, но отсюда Δx будет равно бесконечности. То есть координата будет абсолютно неопределена. Но это логично. Это чему означает? Это означает, что соответствующее состояние с точки зрения квадромеханики будет соответствовать состоянию типа волны, заданной в любой точке пространства. Именно две волны характерны состояния с определенным точно заданным импульсом. А если я, наоборот, Δx устремляю в нулю, это значит, я пытаюсь локализовать максимально точно, локализовать соляк. Локализовать соляк. Вот на дне я, устремляя Δx в нулю, я буду Δx получать снимающиеся в бесконечности. То есть у меня будет абсолютно неопределённый симпульс. Ну и при этом, конечно, минимизировать энергию я таким образом не смогу. Вот эти два действия мои, Δx устремляю в нулю, либо Δx устремляю в нулю, чему они соответствуют. Если я Δx устремляю в нулю, это значит, что я точно задаю киетическую энергию. Ну и в данном случае минимизирую киетическую энергию, делаю её равным нулю. Тогда у меня потенциальная энергия будет абсолютно не определена. Ну и наоборот, если я точно задаю потенциальную энергию, то есть Дx делаю равным нулю, потенциальную энергию, ну и киетическую энергию будет не определена. То есть в квантомеханике я не могу точно задать киетическую и потенциальную энергию одновременно. Могу одно задать точно, а на другое будет абсолютно не определённый. И наоборот, повторяю, в кванты в квадрате, в классической физике это можно, это нормально. Итак, вот появление нулемых колебаний, нулевой энергии, то есть E равняется, E0 равняется H омега по палату. Вот я здесь соответствующий уровень нарисую. Значит, это если это фактически чисто квантовые результаты, квантомеханические результаты, H омега по палату, вот здесь энергию будет прибавить H омега по палату. Это N равняется нулю в несостоянии. Ну а дальше N равняется единице, значит, разность энергии пойдёт H омега уже там. То есть вот в два раза выше, когда попадаем в следующий уровень, N равняется единичью. Ну а дальше поехали, значит, вот с тем же шагом, N двойкой и так далее. Значит, вот здесь у меня будет расстояние, все время амега, H омега. Вот я получаю эквидистантный спектр. Эквидистантный спектр. Ну, для классического осциллятора подобная ситуация тоже возможна. Классическому осциллятору вы знаете, что вы можете, ну, скажем, вот один из примеров осциллятора, полна, а вот на гитаре, а у вас есть тон и опер полный, 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 да. То есть вот H омега, два H омега, три H омега, да, и так далее. Ну, это как бы соответствует этой квантомеханической картинке. Но, правда, за исключением того, что в классике у вас основное состояние струбы, это просто, когда она вот так вот, вот неподвижнее всего. Квантомеханическая струна должна отражаться, как сама по себе вот. То есть такие нулевые колебания должны быть. Нулевые колебания. Для струны это, может быть, как-то вот не очень так непонятно. Правда, и в остальных случаях тоже не очень понятно, но в какой случае я имею в виду, прежде всего. Это нулевые колебания атомов, так сказать, исторических решеток. То есть мы, обычно, как к картинку исторических решеток представляем так, атомы, жарики, тяжелые, ну, относительно тяжелые, поли, менее тяжелые, связанные тоже, например, это не убугие силы. Ну, взять эту фразу, надо сказать, что убругие силы – это такое понятие среди фундаментальных сил или фундаментальных взаимодействий. Упругие взаимодействия там отсутствуют. Там есть электромагнитные, слабые, сильные, гравитационные, так. Там же нет упругого взаимодействия. Упругие взаимодействия, твердый термакт, то есть это взаимодействие как в атомы, упругие. Или вот здесь оно, в самом деле, в виде круга энергии. Это фактически эффективные взаимодействия. Это фактически просто часть электрических взаимодействий, ну, в общем, в смысле электромагнитных взаимодействий. Понятно, что когда вы два атома сближаете или удаляете друг за другом, то электрические взаимодействия между электродами, ядами и так далее меняются. И вот эту меняющуюся, зависящую от расстояния между атомами, часть электрических взаимодействий мы описываем как упругую энергию. То есть это эффективное описание, эффективные взаимодействия. В квантовой механике, ну, в отличие от классики, в понятии эффективных взаимодействий, ну, чрезвычайно важно, потому что в квантовой механике появляется громадное количество, ну, большое количество новых типов взаимодействий, которые отсутствуют в классике. Ну, я примерно приведу куча всякого рода расцепиновых взаимодействий, скажем, резидентрическое взаимодействие и очень популярный пример эффективных взаимодействий. Это часть и, конечно, те же самые перегромагнитные площадки, электрические взаимодействия. Это разные варианты, как бы, не гейзенберговских спин-спиновых взаимодействий, а взаимодействие Золшинского, Золшинского моря его называют, и вот это бипозатичный обмен и так далее, и так далее. То есть в основном, скажем, магнитчики как раз работают с эффективными взаимодействиями, которые отсутствуют в классике. Вот весь классический магнетизм, он объясняется только таким образом. Ну, через взаимодействие магнитных стрелок, да? Ну, две стрелки как они взаимодействуют, а за счет классического магнитно-непольного взаимодействия, как два магнита и пикуля. Но магнитно-непольное взаимодействие, если его рассматривают как источник, как бы, магнитных взаимодействий в магнетиках, оно будет давать мизерные, скажем, температуры магнитного приточения и так далее. Ну, например, железо, кобальник, магнитный металл, это температура Кюри, это фиармагнитный металл. Температура Кюри порядка под тысячу градусов. Но, если учесть магнитно-непольное взаимодействие, оно бы, действительно, славе не является. Оно бы давало вам градусов всего. То есть магнитно-непольное взаимодействие в магнитиках определяет всего лишь взаимодействие порядка градуса, а реальные точки твери и реальность взаимодействия – это десятки и сотни градусов. Это как раз эффект вот тех самых эффективных взаимодействий, типа Гассенберговского обмена взаимодействия. И упругое – это очень так же. Идем дальше. Итак, эквидистантный спектр. Эквидистант, ну, продолжается и продолжается. Вот, теперь волновые функции. Это равно нулю – волновая функция. Вот она – синоль. Это колоколообразная или гауссовая функция. Ну, гауссовая точка, ну, а гауссовая функция – колоколо, 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 колоколо врасли веке. Знаете как? Колоколообразный. Вот есть еще слово, которое тоже произнес очень тяжело. Вода, рост, да. Вода, рост, да. Вам хочется сказать вода, рост, да. А я вам рассказывал эту историю, она своим шефом случилась, когда ему машинистку раньше тут отсюда не было, когда ему машинистку печатали десертацию, ну, она, конечно, человек, не грамотно совершенно. Вместо водопроводной пишет водородоподобный. Ну, она ему, конечно, поправляет с вами, пишет вместо водородоподобный. Водопроводный пишет, машинистку запуска. Грамотный. Уже машинистки бывают двух типов грамотных, вот и профессиональные. Профессиональные машинистки, они просто воспроизводят души и даты. Там написано заши, включая, и воспроизводят, учетчет, что, может быть, это не ошибка, агината. Такое слово водородоподобное, естественно, заменяется для водопровода. Слово магнитофононный, есть такой резонанс, магнитофононный резонанс. Вы догадывались. В машинистке это звучит как магнитофонный резонанс. Очень похоже на все, это парень, для ноги, добавить все. В первом случае, это удалось все исправить, а во втором случае, это все появилось прямо на обкинули авторитерарта, консертации, коммуникации, которые из наших выпускников, так уже немножко. Давайте, давайте. Спасибо.